Доброго дня, уважаемые радиослушатели! В эфире ПЛНФМ, программа «Лига справедливости» и я ее ведущая, Иванова Екатерина, юрист по банкротству. В сегодняшней программе мы продолжаем разбираться в вопросах банкротства физического лица, а именно, почему люди идут на банкротство, мифы и последствия банкротства, практическая сторона банкротства. Причины, из-за которых люди обращаются в арбитражный суд для прохождения процедуры несостоятельности банкротства, в основном связаны с потерей работы, снижением ежемесячного дохода, ухудшением здоровья, рождением ребенка. Также к увеличению количества поданных заявлений на банкротство привела пандемия коронавируса и ее последствия. Ведь самоизоляция, коронавирусные ограничения спровоцировали ряд серьезных последствий, которые привели к массовым сокращениям, отсутствию заработной платы или ее снижению. Люди попросту были не готовы к таким тяжелым условиям, а государственной поддержки было недостаточно, чтобы купить все самое необходимое и также оплачивать ежемесячные платежи по кредитам и займам. Кредитные каникулы в тот период одобрялись с трудом, у людей начинались серьезные просрочки. Из-за должности, в связи с чем они вовсе прекращали справляться с платежами, и единственный выход для них был это подать заявление на банкротство. Но несмотря на сложное финансовое положение, пандемия и другие обстоятельства, позволяющие прибегнуть к процедуре банкротства, граждане не обращаются ни самостоятельно в суд, ни к юристам для решения своих проблем. В основном их останавливает огромное количество информации в интернете, которая в основном противоречива. Также мнение родственников и друзей, которые формируются из собственных страхов. Подать заявление на банкротство может любой гражданин Российской Федерации, у которого имеются непосильные долги. Неважно, чем он занимается, это могут быть работающие граждане, а именно государственные служащие, мамы в декрете, муниципальные служащие, военнослужащие, а также безработные и пенсионеры. Процедура несостоятельности адаптирована для любой категории граждан и не преследует цель лишить банкрота единственного жилья, дохода и полагающегося ему по закону его семье и нового имущества. Еще одним частым страхом, останавливающим потенциальных банкротов, является арбитражный управляющий и его роль в деле о банкротстве. Можно однозначно говорить о том, что финансовый управляющий – это человек, который привлекается судом для оценки имущественного состояния должника, его доходов, платежеспособности, а также для подтверждения обстоятельств и причин описанных должников в заявлении о признании его банкротом. Это независимый специалист, имеющий специализированное образование, позволяющий ему провести анализ и дать отчет, на основании которого должник будет освобожден от всех имеющихся обязательств. Так что арбитражный управляющий не может принимать чью-то сторону в деле о банкротстве. Все его действия и решения не зависят от воли изъявления ни кредитора, ни судьи, ни должника. В округ банкротства очень много различных мифов. Вот основные из них, которые останавливают людей для принятия решения о прохождении процедуры. Детей заберут в приют, так как вы не можете их обеспечивать, лишат социальных выплат и материнского капитала, Долги спишут, но коллекторы все равно будут названивать, лишат водительского удостоверения, запретят выезд за границу. Все списанные в банкротстве долги в итоге выплатят ваши взрослые дети. В период прохождения процедуры банкротства дети остаются с родителями. На них положен прожиточный минимум. И все пособия, в том числе материнский капитал, так как это деньги детей, а следовательно у вас будут средства для их обеспечения. Вы также будете ездить на своем автомобиле, если он вам необходим для обеспечения доходом вас и вашей семьи, и пользоваться своим водительским удостоверением, даже если его наличие не связано с вашим финансовым положением. Решение арбитражного суда – это законный акт, и после вступления в силу его не может быть оспорен или отменен. А следовательно, если вас признали банкротом, все имеющиеся у вас долги подлежат списанию. Простыми словами, вы больше никому ничего не должны. Но как и в любой бочке меда можно найти ложку дегтя, так и процедура банкротства имеет свои последствия для должников. А именно, в течение пяти лет гражданин обязан уведомлять о своем банкротстве при обращении за новым кредитом или займом, при покупке товаров в рассрочку. В течение трех лет гражданин не вправе занимать управленческие должности в организациях, а значит, могут возникнуть проблемы, если он уже занимает пост руководителя или у него есть и числятся сотрудники в подчинении. В течение десяти лет участвовать в управлении кредитными организациями. В течение пяти лет участвовать в управлении страховыми организациями, инвестиционными фондами, не государственными пенсионными фондами. Ограничение на банкротство в последующие пять лет. Данный перечень последствий является исчерпывающим, учитывая, что дела о несостоятельности банкротства – это в основном только безликие судебные акты, написанные сложным юридическим языком и доступные для ознакомления на сайте арбитражного суда. Уважаемые радиослушатели, я бы хотела рассказать вам несколько историй наших клиентов из реальной юридической практики. Один из наших клиенток обратился к нам с очень большим долгом и уже открытыми исполнительными производствами. Ей было сложно устроиться на работу из-за наложенных арестов на ее счета. Имущества для продажи самостоятельного решения о сложившейся ситуации у нее не было. В итоге она приняла решение пройти процедуру банкротства. После сбора всех необходимых документов, составления списка кредиторов, определилась сумма задолженности в размере 52 миллионов рублей. Заявление в арбитражный суд Псковской области было подано осенью прошлого года. Она была признана банкротом. И в апреле 2022 года процедура была завершена спустя 6 месяцев полным списанием задолженности. Следующая история началась с телефонного звонка, так как клиент территориально находится в городе Москве. Главным вопросом у нашего потенциального клиента на тот момент было, что у него имеется несовершеннолетний ребенок, инвалид, который зависим от автомобиля. Также он работал на своем автомобиле, и автомобиль помогал приносить ему доход. Сразу скажу, что сразу такой вопрос решиться в пользу должника не может однозначно. Ведь в данных обстоятельствах нельзя давать никаких гарантий. И об этом обязательно мы говорим нашим клиентам. В итоге должник решил пройти процедуру, так как вариантов у него было немного. Доход снизился, двое детей, арендное жилье. И в связи с инвалидностью младшего ребенка супруга должника не может выйти на работу. Собранный пакет документов был направлен в арбитражный суд города Москвы в январе 2022 года. Должник был признан несостоятельным банкротом. И после его признания мы начали заниматься сбором документов для исключения автомобилей из конкурсной массы, изучив судебную практику арбитражных судов других регионов. И после того, как все обстоятельства были подтверждены, мы написали и отправили ходатайство в суд. И вот в начале, в июне 2022 года арбитражный суд города Москвы выносит решение об исключении автомобиля из конкурсной массы. Следовательно, это значит, что после завершения процедуры несостоятельности банкротства до должника останется автомобиль в собственности, а долги будут списаны. Наш сегодняшний эфир уже подходит к концу. И в завершение я хочу сказать, что банкротство это выход, если у вас имеются непосильные долги и вы попали в трудную финансовую ситуацию. Наш совет лучше решать эту проблему сразу, как только она возникла. Юристы компании Лига справедливости с большим удовольствием проведут вам бесплатную консультацию, оценят вашу ситуацию, составят заявление в арбитражный суд и соберут все необходимые документы, представят ваши интересы и полностью сопроводят ваше дело до его завершения. Также хочу еще раз напомнить про порядок прохождения процедуры несостоятельности банкротства. У вас должно быть наличие задолженности не более 300 тысяч. Далее вы пройдете консультацию с юристом. Юристы оценят, проведут правовую оценку вашей ситуации. Также мы осуществим сбор необходимых документов и составим заявление о банкротстве в арбитражный суд. Далее вас признают несостоятельным банкротом. После начнется финансовый надзор под управлением арбитражного управляющего в течение минимум 6 месяцев. После последует отчет финансового арбитражного управляющего и решение суда о завершении процедуры несостоятельности банкротства. Сегодня в эфире ПЛНФМ мы говорили о банкротстве физических лиц. Если у вас, уважаемые радиослушатели, появились какие-то вопросы по теме сегодняшней программы, вы можете обратиться к нам в нашу юридическую компанию «Лига справедливости» по адресу город Псков, улица Гражданская, дом 8. Или более подробно ознакомиться с нашей компанией и приведенными мной примерами вы можете на нашей группе ВКонтакте или на сайте компании.